Татьяна Феденгауэр, ну что, мы не привыкли с вами видеть говорящего Виктора Золотова. Тем не менее, сегодня, мне кажется, все потратили 7 минут на то, чтобы увидеть главу Росгвардии в том или ином виде. Можно было и аудио послушать, и видео посмотреть, есть и расшифровки везде. Виктор Золотов вызывает Алексея Навального на дуэль. Надо сказать, что потрясающий совершенно разбор с точки зрения филологии, словарной запасы и прочее есть в Фейсбуке у Максима Крангауза. Почитайте, не пожалеете, это очень любопытно. Но я предлагаю посмотреть, послушать и вообще как-то оценить обращение Виктора Золотова вместе с такими, я бы сказала, субтитрами фонда борьбы с коррупцией. Чтобы нам кто-нибудь, сведущий, перевел это на человеческий, на антикоррупционный и на общегражданский язык. Для этого попросила я Георгия Албурова, руководителя отдела расследований фонда борьбы с коррупцией, мне помочь. Жор, привет. Привет. Да, тут понятно, что все 7 минут Золотова я тебя не заставлю слушать. Спасибо большое. Я уверена, что ты уже знаешь наизусть этот текст. Я выбрала два кусочка для того, чтобы мы с тобой послушали, а ты бы мне потом это перевел на нормальный язык. Но прежде чем мы начнем с тобой составлять субтитры, давай я запущу голосование для наших слушателей. Как вы считаете, должен ответить Навальный или нет? Если вы считаете, что Алексей Навальный должен проигнорировать, то тогда набирайте 660-06-64. Если вы считаете, что в каком-то виде этот вызов Золотова надо принять, тогда 660-06-65, код Москвы 4-9-5. Начался подсчет ваших голосов. И еще раз. Как должен ответить Алексей Навальный на сегодняшний вызов Виктора Золотова? Проигнорировать. 660-06-64. В каком-то виде этот вызов принять? 660-06-65. Ну а теперь я бы хотела послушать вместе с Георгием Албуровым буквально чуть больше минуты. Там немного эмоций и немного попытки ответить по существу. Первая часть господина Золотова. Вот так вот обстоят дела у Росгвардии с едой. Георгий Албуров. Жор, ну вот тебе ответил, по-моему, на твое расследование господин Золотов. Причем не первый раз, кажется. Ну да, это достаточно редкий случай. Но на самом деле не на мое расследование, а на расследование коллеги Золотова. Но слово «ответ» здесь все-таки не очень правильно. Это был бы ответ, если Золотов сказал, вот это стоит столько-то, а это стоит столько-то. Мы покупаем это, потому что оно, значит, так вот по документам подорожало. И вот именно поэтому выбрали одну из компаний. Но расследование-то началось с чего? С того, что было какое-то секретное распоряжение Медведева, которого не было на сайте правительства, и которое внезапно всплыло на госзакупках. И в этом распоряжении написано, что вся продукция Росгвардии должна закупаться у одной и той же компании, которая была отжата у какого-то коколинского олигарха, и которая по всей стране, вот из одного, она должна по всей стране расслабить продукты. Эта компания, удивительным образом, оказалась связана с людьми, которые занимались для Медведева освоением участков на Рублевке. То есть это достаточно очевидная связь между Медведевым и этой компанией. И мы спросили, а почему так происходит? Почему, когда эта компания стала подрядчиком Росгвардии, во-первых, больше никто не сможет поставлять эти продукты, а во-вторых, эти продукты резко увеличивают в цене, в два-три раза. Сначала Росгвардия ответила, что ну вот у нас тут, вы знаете, раньше... Сначала они сказали, что вы не учитываете сезонность, да. Да, сезонность, а потом когда сказали, ребят, вообще-то, если сезонность там и есть, то летом и осенью оно должно стоить только дешевле. И уже в следующем твоем ответе они сказали, что вот раньше нам поставляли плохие продукты, а теперь нам поставляют очень хорошие продукты. Но это тоже полное чушь, потому что продукты и раньше соответствовали требованиям ГОСТа, и сейчас соответствуют требованиям ГОСТа. Но с другой стороны... Есть документы о принятии этих продуктов. Есть документы о принятии этих продуктов, где Росгвардия расписывается. Нормальные продукты, претензии не имеем, и нормальных съели. И из Глотова, судя по этому ролику, по существу есть ответы, там, ровно 40 секунд, которые вот из этих там 60 минут, там, 40 секунд он говорит, значит, почему эти продукты подорожали. И тут, на самом деле, важная задача не дать увести золото в эту тему от вопроса коррупции в вопрос, не знаю, о постарблении Алексея Навального. Ну, погоди, он же сам... Коррупция не на первом месте. Вот, но он же сам... Вот в том фрагменте, который я предложила послушать, он же сам признает, что, да, у нас вот мы все проверяем, у нас есть проблемы, у нас есть коррупционеры, мы все проверяем, и там, если что, отдаем под суд или увольняем. У всех государственных органов есть вот такой ответ для нас. У комиссии, у Госдумы, есть комитет по противодействию коррупции. У одних партий-президентов есть комитет по противодействию коррупции, как он там по-своему называется. Но это не говорит о том, что Росгвардия будет от коррупции. Вот этот кейс, про который вы рассказали, он как раз говорит о том, что они взяли, выбрали единственного поставщика, завышали все на 20 раза и поставляют Росгвардии достаточно пошивые продукты. Мне кажется, на самом деле, этот ответ был направлен не только Алексею Навальному, но и самим сотрудникам Росгвардии. Потому что сидят молодые ребята в этих казармах, летят эту гневую картошку, хлеб какой-то с плесенью, нам присылали все эти фотографии, это выглядит просто несъедобно и совершенно ужасно. И боевой дух падает. И вот, значит, сам лично руководитель Росгвардии, это такое видеообращение, чтобы рассказать, какие все мощные и сильные, как они, значит, Навального побьют, но при этом совершенно не отвечая, почему же ребята в казармах вынуждены есть в него хлеб. Ну, вот как раз есть еще две минуты в этом обращении, которые, как мне кажется, обращены именно к Алексею Навальному, а также ко всем сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией. Звучит это все довольно угрожающе. Давайте две минуты. Жор, ну это же, ну мы можем посмеяться, но ведь это прямая угроза, нет? Вот именно. Это все обречено в такую форму, но это все исходит от человека, у которого есть власть, есть возможности делать в принципе что угодно. И вот вначале говорить, что вы, значит, никогда не получали ответку за свои действия. Это не так. Вся политическая деятельность Навального, она во многом состоит из получения ответа за свои действия. Все эти уголовные дела, все эти нападения, есть вот этот трэш, обыски и так далее. Это все ответ, как говорит Золотов, за его действия. Что касается Золотова, ну мы же реально нашли у него недвижимость на миллиард, на два миллиарда рублей. И у него ниоткуда взяться этой недвижимости. Золотов говорит, что он занимался каким-то бизнесом, но весь его бизнес заключался в том, что он в 90-х работал охранником у Рома Цепова, который занимался прямым бургетизмом. Так что, во-первых, от Золотова, конечно, угрозу надо расценивать очень серьезно, потому что он может их воплотить, он имеет бандитский опыт, чтобы их воплотить. Во-вторых, конечно, не надо уводить все эти разговоры в сторону каких-то драк, в сторону дуэлей и так далее. Ну, он подключен к коррупции. Организации, которыми он руководит, увлечены в коррупции. И главный ответ, который Алексей может дать на это, это просто продолжить расследовать его деятельность, продолжить расследовать все деятельность Росгвардии и мочить Золотова именно в этом поле. Прямо на миллиардах в ростах. Результаты тогда нашего голосования тебя, наверное, порадуют. 59% проголосовавших считают, что Алексей Навальный должен проигнорировать это обращение, а 41% считают, что надо в каком-то виде отвечать. Ну, замечательно. Алексей Навальный через 13, да, по-моему, дней выходит. Да, уже идет 13. Спецприемника. Ну, вот, я думаю, что теперь слово за ним или молчание за ним, вот, как раз будет интересно. Да, это, кстати, достаточно лицемерно постить такие видео, когда человек, к которому ты обращаешься, сидит в спецприемнике уже две недели. Ну, наверное, Виктор Золотов смотрит телевизор, а об этом по телевизору не говорят. Спасибо большое, Георгий Албуров, руководитель отдела расследования Фонда борьбы с коррупцией, в нашей ежедневной рубрике «Рикошет», которую для вас провела Татьяна Фельгенгова. Продолжение следует...